Вы знаете, национальная идея — это понятие несколько абстрактное. Вот я когда был в Сочи на Олимпиаде, я подумал, это национальная идея, потому что спорт вдруг так на всех сплотил, что мы стали единым народом, единой нацией, единой семьей. С другой стороны, в царское время, я его не помню, конечно, и не знаю, но в царское время были какие-то свои вещи, такие как традиции, очень важные традиции, русские, их надо соблюдать, они опирались на религию, на веру. Человек должен во что-то верить, обязательно. Ты можешь не верить в Бога, скажем, да, и добились того советского времени, что никто в Бога не верил, но верить надо обязательно, в себя ли, в ближних ли, в доброту или в будущее, во что-то надо верить. Вот, и из прошлого нашего советского тоже можно было что-то выкачать. Например, я не считаю, что комсомол была как бы дурная организация, я сам был комсомольцем когда-то, и хочу сказать, что мы верили в то, что мы делали. Мы были, мы единым были коллективом, понимаете, поэтому каждый из нас не то чтобы отвечал друг за друга, но мы, нам было интересно друг с другом, и мы были такой одной семьей. Вот этого сейчас немножко не хватает, молодежь разобщена. Вот, хотя, честно сказать, молодежь наша не такая не единая, она разнообразная. Я встречаюсь много с молодыми людьми, и там есть все. Там есть и высокое образование, высокие принципы, и доброта, и талант, ну все есть. Конечно, есть и негатив. Наркомания, каурение, алкоголизм, отношение к женщине невысокое и непозволительное. Тоже все-все встречается. Каждое время приносит свои, приносит свои идеалы. Вот я считаю, что разумно, разумно взять из прошлого, из далекого, из недавнего прошлого, взять то лучшее, что было. А было немало хорошего. Вот это надо не забывать. Потому что, скажем, ребята, которые должны с раннего, с ранней юности думать о деньгах, вот мы об этом не думали. Потому что государство многое брало на себя. И наше учеба, и наше школьное образование, и ступи степень, и так далее, и так далее. То есть мы не думали о деньгах так, как сейчас думают молодые люди. Это плохо. Не надо думать о деньгах. Деньги – это не самое главное. Деньги – это как бы возможности или средства для того, чтобы ты, ну, существовал. Но, в принципе, деньги – это подспорное какое-то средство, которое тебе помогает жить. Вот национальная идея, на мой взгляд, она должна в себя включать все то лучшее, что есть у нас, и в том, у наших отцов, и у тех дедов наших, которые выиграли войну, и которые принесли нам победу. Вы посмотрите Великую Отечественную войну. Сколько было подвигов. Вот люди шли на смерть, и они не думали о себе, потому что были так воспитаны, потому что земля, родина, страна – самое было дорогое. И когда мы начали стесняться этого слова «патриотизм», потому что патриотизм – это любовь к родине, то мне было обидно. Мне было обидно за тех, которые лежат в земле, которые за нас отдали свою жизнь. Они-то как раз думали, что это, и они верили в это, что это любовь к земле, любовь к стране – это самое дорогое, что есть у человека. Ну, так же, как любовь к матери. Спасибо. Спасибо.